Короче, на вас подписан, честно говоря. Один раз даже хотел вам позвонить, но... Ну, позвонили бы. Ну, не стал. Ну, если вопросы. Вопросы есть по скайпу, меня легко найти. Были вопросы у меня даже записанные были, но... Честно говоря, вас увидел, я всё сразу забыл. Может, вы мне что-нибудь расскажете? Я вот, кстати, я смотрел, вы говорили... Я тоже не против, можете выкладывать. Я, короче, смотрел, вы говорили, что-то Фрунзе. Я живу в Бишкеке. Кыргызстан. Бывшая Фрунзе. Да, да. Вы что-то говорили, вы тоже оттуда или родственники? У нас там все родственники жили. Сейчас сразу живёт в Воронцовке. А, Воронцов, да, знаю, да. Просто у меня бабушка сама с Алтайского края, с города Биск сюда приехала. Вот она недалёко от нас, недалёко от нас. В своё время, то есть, когда ещё Советский Союз был, она оттуда сюда приехала. Я когда узнал, что вы с Алтайского края, думаю, ничего себе, там... Село Мамонтовка какое-то. А это Мамонтовка наш район, где деревню строим. А, ну вот, она говорит, типа, село, короче, вот оттуда она была. Отец у неё председатель был там, с этого, сельского совета. Коровина у неё фамилия была. Не Коровина, я не знаю, девичья какая была. Коровина это уже от первого мужа. Понятно. Такие вот дела. Я когда услышал, думаю, ничего себе. У меня бабушка оттуда сюда приехала, и вы там живёте, получается. Да. Тоже Алтайский край. Вот так вот. Не знаю, у меня вопросы были. Я хотел вам... Давайте, давайте, давайте вопросы. Сейчас... Подождите я. Я подожду. Я возьму деталку, куда я писал. Да, пожалуйста. Нашёл. Вот, я вот просто это давно уже было... Вообще, я хотел спросить. Вообще, свинину можно есть или нет? Вот, ваше мнение. По закону, по закону Нового Завета, всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительно, если принимается с молитвой по Слову Божию. То есть, ну мы, вот, не только свинину, а даже никакого мяса не едим. А я знаю, знаю. Я ваши ролики смотрел. Ну, это, да. По закону христианскому можно. Ну, можно. Да. Греха в этом нету. Я хотел ещё спросить, а животных что-то вот написано в Библии, о кошках, о собаках, то есть, как к ним относиться вообще? Хоть как. Вот, допустим, вы в Корею попали, а ты даже не знаете, они вам собаку забитую и скорбят. В Новом Завете написано, всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно, ибо ощущается Словом Божьим и молитвою. Вот вы ещё говорите постоянно про богатых. То есть, богатым быть тоже нельзя, да, или как? Нет, можно, только правильно пользоваться. Как нельзя? А как же Давыд был богат, и Аврагам, и в Новом Завете были, как и Иоанн Милостивый богатый. Как бы ваши, смотрю ролики, ну и вы всегда, типа, вот, ну как бы я вот небогатый, мне ничего не надо, про вещи свои показывали, которые вы зашивали, там, ну, несколько раз, обувь. Ну, я смотрел, много смотрел, вообще с 2014 года смотрю. Сейчас, подождите, пожалуйста. Поэтому я, как бы, о вас много знаю, и мне вот этот вопрос был интересен. Так, богатым может быть, можно, но если ты будешь делать всё по Слову Божьей, ты быстро обеднеешь. Как Захей говорит, половину и менее раздам, а кого обидел, в четыре раза больше верну. И он пошёл уже, ничего нет. Один раз Христа встретил. Ещё вопрос. То есть, если ты женился, да, вот, если тебе жена сама не изменила, ты вот никак не можешь с ней разнестись. Вот надоело тебе, разлюбил, всё, живи вот до конца дней, да? Да. Вот так, да? Да. А Библия получается? Да, и никак, никак, по-другому никак. Если она изменила, была с чужим мужем, тогда ты можешь развестись, но остаться один. Блин, ну это же как-то вот, а я вот не хочу один жить, вот, в чём мне вот? Ну, ты думай, вот закон такой. Павел говорит, женитесь, женишься, говорит, а мне вас жаль, будете иметь скорби по плоти. Ну, это я знаю, ну вот, ну, прям вот если вот она тебе изменила, да, то ты должен остаться один, а блядь. Не должен, ты можешь её простить и жить с нею. Разрешается. Ну, надо её простить и жить с нею. Я-то тут среди мусульман живу, у них вот законы в этом плане вообще другие. Мусульман там, вот, у нас считается это самым страшным развратом, у них это святое дело. Четыре жены, а у нас даже если две умерли, третью женился, а уже четвёртой ни под каким видом нельзя жениться, хотя бы те умерли. Это никак, и четвёртого брака нету. А у них одновременно четыре, что спрашивать-то, это же, ну, сравнять не с чем. Понятно. То есть, всё, что было в Ветхом Завете насчёт жены, это уже не действует, да? Да, там другой был закон. Всё, что было, допустим, развестись и на другой жениться, не иметь четырёх жён. Ну, просто сразвестись и как бы на другой жениться. Правильно я понимаю? Да лучше бы вопрос этот не поднимать, потому ты будешь жалеть всё равно. Время коротко, живёшь один раз, трудись для Бога, а тут у тебя такие сумятицы начнутся. Женатый заботится, как угодить жене, а не женатый, не женатый, если он верующий, заботится, как угодить Господу. Понятно, понятно всё. Всё, в принципе. А ещё хотел спросить, вот у католиков можно спасение получить или нет? Ну да, это церковь. Можно, да? Конечно. Но только там ересей больше, чем где-то не было бы. Разные папы там, и вот это бритые, и там филиоквы. А у нас православие-то попроще. Это всё соблюдается. А у них это меняют всё время. Крещения нету, капли воды, капна. Ну, какое это крещение? Крещение-то погружение в воде должно трижды быть полностью, до одной волосинки. То есть у них отступление... В РПЦ это тоже касается же в данном... Да, у них отступление море там, море. Я говорю, в РПЦ же тоже в данный момент, ну, такая же, как точно та же. Ну, то есть теоретически, да? А вот ладошкой хлопнул мокрой по голове, и всё. Это нет, 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 не годится. В РПЦ, имею в виду, в РПЦ в данный момент так же крестят. Ну, там есть, где крестят. Там есть, можно найти, где крестят. У католиков нигде нету. Просто, вот, допустим, я у нас тут вот в церквях бываю, у нас, конечно, не везде, но, наверное, в процентах 80 у нас прям в храме стоят как бы... Ну, как... Купель, баптистерия называется. Купельные такие стоят. Да, да. А и прям даже для взрослых, они, наверное, метра, может, полтора или метр в высоту жилет. А это называется баптистерий. А, баптистерий. А, понятно. У нас тут, знаете, вот у меня друг вообще есть. Он вообще всю жизнь ходил, вот, знаете, такая у нас тут есть белая церковь Иисуса Христа называется. Прям у нас в селе даже есть. Я сам как бы не в городе прям живу, а час до города. Ее у меня тоже как бы... А как они? Кто, кто они? Кто у них там? Богу какому молятся? Иисусу Христу. А вы узнали? Ну, мне так друг сказал. Я ходил просто пару раз к ним. И еще они там из себя представляют. Я не видел. Было... Почему не понравилось? Я ходил один раз на Пасху, это было в 2017 году. Да. И мне просто не понравилось, что как бы они там на барабанах играют, знаете, рэп поют, как бы вот. Рэп читают. Ну, как бы про Иисуса, конечно, но рэп типа читают. Вот он меня спас. И я смотрел так, думаю... Белая церковь. На душу это не легло просто. Хотя у нас прямо они распространены. Это самые вот... Они самые как бы... Их многочисленные вот в Кыргызстане. Именно вот эта вот белая церковь. Они прямо... Там у них в городе прям... У них как бы зал такой прям большой вот у нас есть. У них прям... И по селам даже вот. Бесстрашные они. Не встречаю. Не знаю, как они веруют и кто такие. Там... А эти секты рождаются все время. Тут американец у меня был. Говорит, у нас, говорит, 20 тысяч разных названий. 20 тысяч. Ну, разбирайся. А церковь православная, она одна. Ну, да. Она идет от апостольских времен. Я честно вам говорю, я как бы верю в Бога, да, в Иисуса Христа. Верю, что Он спас. Но я, честно говоря, не сильно верующий, как бы. Я верю, но не сильно верующий. Я не знаю. Как бы хочу, но не получается. Или не знаю, как вам... А почему не получается? Страха Божия нет. Ты не думаешь, что сегодня умрешь. И не готовый, ты пойдешь в ад. И поэтому тут играть не надо. Ваши ролики смотрю, я все слышу, что вы говорите. Я все слышу, но все равно... Как бы, не знаю. Почему написано Первая Западь? Возвью Господа Бога, Творца Твоего. Всем умом, всей крепостью, всей душой, всем разумением. Всем, всем. Не половина. Пытаюсь вот Библию читать. Начинаю. Читаю, читаю. Мне неинтересно. Понимаете? Ну, не хочется. Вот читаю, 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 прочитаю, и не хочется. И ничего не запоминается? Ну, не особо. Ну, запоминается что-то, но не особо все равно запоминается. А почему так? Вот я не знаю. Ну, я спрашиваю, скажите, вы женщин знали? Да. Ну, так, не женатые были где-то. Это самый сильный удар по мозгам. Мозги как дырявые делаются. А сейчас еще бывает и выпивают, там, наркотики. И бывает, и играют в компьютерные игры. Это добивает окончательно. Он дураком делается. Ничего не понимает. Так что... Ладно. А как у вас сейчас погода там? Смотрел я... Погода? Смотрел, где с крыши снег чистый. Или как сейчас у вас погода? Ну, погода еще тут. Сегодня потеплее. Но, правда, здесь ночью застыло. В тазике у меня у голубей вода на улице стоит. И застыло. Ага. Понятно. Ну, я, честно говоря, рад был вас увидеть. Я так и подумал. Думал, может, если когда-нибудь вас здесь увижу, то поговорю. А вы по скайпу заходите. По скайпу. Игнатий Лапкин. Ну, я помню, я один раз хотел зайти, как бы, к вам. А вы заняты были. Потом еще раз. И вы опять заняты были. Ну, не знаю, не знаю. Вы бы написали, и потом стучали. Написали. Я такой-то. Сказал, в интернете мы встречались. Кто-то там, Казбек, Узбек, Киргиз написал бы. И я бы не воспринял сразу. А я русский сам. Ну, вот так. Просто, как бы, так получилось. Я у бабушки спрашивал, говорю, а зачем? Ну, переехали сюда. Почему там не жили? Она говорит, утром встаешь, говорит, дверь на крышу открываешь и начинаешь с крыши, говорит, снег счищать. Потом дверь, говорит, вовнутрь открываешь и начинаешь проход делать. К дороге, говорит, снега, говорит, выше окна. Поэтому, говорит, сюда и переехали. Вот такие вот дела. Ладно, давайте, удачи вам. А что вы сегодня один? Ну, вот один. А кого мне надо-то? Володя уехал в деревню. Вы обычно? А, уехал. Обычно вы. Да, да, я один сейчас здесь. Вы обязательно на наш YouTube заходите. Вы этот наш... А я подписан на вас. Я смотрю на вас. И вы можете себя увидеть, наш разговор с вами. А когда выложите? Ну, я не знаю, посмотрю, сколько у нас тут получилось. А то могу уже и на завтра выставить. А вы сами выставляете? Или кто-то там редактирует? Я кое-что сам выставляю, а кое-что администрация. А замки снимаю и я. То есть оно все под замками. Без меня ни одного замка никто не трогает. У нас очень много ресурсов. Вот на нашем YouTube 15 тысяч 100 роликов. Я вот, знаете, раньше любил смотреть особо вот... И сам еще, когда вот у меня друг вот этот постоянно мне рассказывал про, ну, про вот эту белую церковь, куда он уходил. Постоянно мне доказывал, что православные иконы там, говорит, почитают. И говорит, неверные. И говорит... Ну, очень много мне... Я вот смотрел беседы, вот вы раньше часто выставляли беседы по скайпу, именно вот с протестантами вы разговаривали, с баптистами. Что-то сейчас вообще мало таких роликов. Вообще можно сказать... Ну, если задают, так. А вы им просто скажите, скажите, Моисей запретил делать всякое изображение в 20 главе исход, а в 25, говорит, сделай. Как совместить? Они не понимают Писание. А далее Христос из храма, когда выгонял людей, торгашей, говорит, дом мой. Дом мой, домом молитвы наречется. А какой дом? Это из Икииля, 41-17. И там написано, иконы были от пола до потолка. Снаружи и снутри. Они совсем сектанты Писания не знают. Они хулители Божьей истины. Там написано, буду, сделай изображение. Слово изображение – икон. Переводится – иконы. А у них икон нету, как капище идольское. Понятно. Ну, в общем, и вот я помню, вы раньше прям, у вас много было вот таких роликов. Да, у них иерархии никакой нету. Они не имеют права прощать грехи, ничего нету. Секта самоизмышленная, потомки Дафана, Верона и Корея. А вот такой вопрос вот. А у мусульман у них грехи прощаются как-то или нет? Они нигде не прощаются. Только в церкви. Нет, у них как бы… Есть такое понятие, типа, вот, допустим, если он грех совершил, то, типа, как простить его может? Может, священник. Власть, данная им от Бога, разрешить. Священник. Православный. А эти-то, они у них никакой власти нет, они это и не делают. У них таинства нету никакого. Осквернение, как говорят. Говорят, допустим, если они согрешили, то они молятся, как бы, об этом. Ну, так Господь… Господь говорит, кому вы простите. 20-я глава книга Иоанна. Прямо говорит, кому простите. Не просто попросите, я прощу, а простите. Тому я прощу. Священники прощают. Это Бог так усыновает. А вы сами здесь жили? Как бы были вообще? Ну, во фронт запишки? Конечно. Я знаю, там храм, где был, там молился. Меня из храма там милиция вытаскивала. У нас здесь, да? Да. Они меня захватили, там вытаскивали. Священник быстро подошел, Валерия звать-то. И меня не отдали. А я говорю, да, пока служба не кончится, я никуда не пойду. Они ждали, пока служба кончится, и тогда в машину у меня. И та посестра моя поехали. И там они стали смотреть, что он делал-то. Он, говорит, он ничего не делал. Но он, дескать, так, уполномоченный. Это большая шишка была. А этот, который киргисты, этот, сидит и в бумагу взял, написал. Рапорт там задержали. Ну, что написать-то? А тот не знает, что. Так а что привезли его? И идите отсюда. Прогнал нас. Ничего нету. А это он, говорит, таким прикидывается. А там он людям о Христе говорил. Ну, и говорил еще. Он утащил, ударил кого нет. Нет. Ну, и в чем дело-то? Ну, вот так вот. Честно говоря, я тут живу как бы с мусульманами. У меня как бы вообще с ними проблем нет. Как бы, знаете, они более нравственные люди. Ну, нет. Вообще, я говорю, они намного нравственнее люди, чем вот как бы русские. Вот вам честно скажу. Ну, они говорят. У нас, говорит, пять раз молятся. Я говорю, а у нас семь раз молятся. До утренней, вечерней девять раз. А они удивились как. Ну, это, говорю, не все. Это мы только так делаем, молимся. А другие даже не знают. Это сто поклонов. А у них ни одного нету. Не, я вам как бы как про людей говорю. Ну, я и говорю про них, про людей. С ними как бы намного, допустим, проще вот даже разговаривать. Да, люди не знают. Да, да, да. С русскими. Настоящие мусульмане не пьют водку. А эти, которые здесь живут, они так же пьют и все. Ну, не все. Не все, не все. И русские пьют не все. Ну, и русские есть не все. А они сейчас, мусульмане, такие, свинину лопают и все едят. Ну, у нас нет. У нас везде халал как бы. У нас нет нигде. У нас мяса никакое не бывает на столе. А свинину я запрещил даже. Я про город говорю. Ну, да. Везде, где мясо продается, везде как бы написано халал. Да. Так что вот так. Ну, в общем, как бы мясо можно есть, да? Да. У нас воронцовки... Но для, как бы, для тела это все-таки вредно. Ну, оно не полезно для тела просто. А вот воронцовке на кладбище мой отец похоронен, Тихон. Серьезно? Да, там мой отец на кладбище. А вы что, здесь выросли? В воронцовке жили они, родители. А нет, вы, получается, здесь родились тоже? Нет, когда нашу деревню разрушили, а там жил брат. И они к брату поехали, который священник. А сестра еще моя, она там и живет. В воронцовке. У меня тоже родственники в воронцовке есть. Как бы не родственники, но хорошие, знакомые. Один раз я приехал туда, когда... А там какая-то... Я пошел к брату, а уже темнялось так. А у них какая-то у киргизов там драка была с русскими-то. Ну, они толпой-то наболелись, а русских-то меньше было. И они побежали. Ну, и они догоняют меня. А один забежал вперед, посмотрел и кричит, аксакал! То есть, чтобы следующие... Меня не тронули. А впереди брат был, они догнали, как дали ему. И канаву его. А у нас русских не посмотрят. Аксакал, не аксакал. Он конь наскакал, и все. Он собьет. Ну, да. А у вас уже тогда борода была? Да, конечно. Я в армии еще был с бородой. Но у вас же не белая же была борода? Ну, она была не белая. У меня волос русый был. А сейчас еще 10 июня мне будет 80 лет. Понятно. Ну, я, честно говоря, удивляюсь вам. Все-таки доказательства вот божьего человека. Вот сколько вам лет, а вы таблетки не пьете. И вообще вы ведете себя вот так вот, как молодой. Ну, вот сейчас я 80-й день, почти в рулетке. И вот у меня завтра будет уже 400 роликов основано здесь в рулетке только. Бесед 400. То есть разные. У меня много бесед с мусульманами. И беседы хорошие. Мы им говорим о Христе. Я смотрю вас. Вас смотрю. Но тут как бы рулетка, она все равно. То есть тут такие люди, ну, сидят что-то. Больше мне как бы нравилось, когда вот вы прям разговаривали вот с баптистами. Помню, не помню, как его точно зовут. Вот с Америки вообще. Шаповалов. Вот с Америки. У вас там три или четыре беседы. По-моему, даже чуть ли не по часу вы там... Да, Шаповалов. Юрий Шаповалов. Вот мне прям вообще вот нравилось, как вы с ним диалог вели вообще. Прям вообще слов нет. Ну, он у меня книги купил. Я ему выслал. А сейчас с ним не общаетесь вообще? Или как? Сейчас что? Не общаетесь с ним? Нет. Ну, он не выходит, а я не ищу никогда. Я не звоню. Я никому не звоню. И по скайпу не звоню. Только мне звонят. Я еще ни разу не позвонил. У меня денег нет на это. Ну, я занятый все время. Каждый день начинаю в три часа или в два часа ночи работать в интернете. Много сообщений. Люди ждут ответа. Новые люди приходят. В прошлом году вот у нас приезжал из Казани. Мусульманин крестился. Веру принял Христову. Истинную. Я, по-моему, я видел ролик этот. Да, может быть и так. Хороший юноша. Женщина. Мужчина. Ясно. Ну, ладно, значит, Игнатий Тихонович. Все, давайте. С Богом. Благодарю за добрые слова.